Лектория «Прямая речь» представляет Александр Калмановский. Как полюбить самого себя? Добрый вечер! У нас с вами семинар. Семинар предполагает максимальную интерактивность. В любой момент вы меня вольны перебивать, комментировать, сомневаться, возражать и так далее. Тема семинара «Как себя полюбить? Как полюбить себя?» Ну, надо надеяться, что всё-таки в такой жёсткой формулировке это не для всех очень актуально. Давайте её сформулируем «Как ещё больше себя полюбить?» И всё равно нам не уйти от банальности этой рекомендации. Она несётся со всех сторон, изо всех улов. Надо себя полюбить, надо принять себя таким, как есть, спасись и спасутся вокруг себя. Это всё, несомненно, правильно, собственно, поэтому это и банально, поэтому это так часто произносят. Но, сейчас я отдышусь, это всегда звучит неким силовым призывом. Возьми себя в руки, сделай над собой усилие, прими себя таким, каков ты есть. И это совершенно не работает. Это нереально. Это приятно слышать, это интересно бывает попробовать, и в самых удачных случаях эффекта хватает, ну, буквально на несколько минут, самое большее на часов, я же не говорю о дней, о днях. А мы с вами увидим, я надеюсь, что увидим, мы будем стараться так это увидеть, мы с вами увидим, что это совершенно закономерное, справедливое отношение к себе. Оно требует не какого-то усилия, не какой-то медитации, а вот и тренинга, а ясного, правильного понимания, откуда берется, так сказать, нелюбовь к себе. Мы с вами поймем, что этой любви к себе заслуживает любой на свете человек. Уж, несомненно, все, сидящие в этом зале, все, которые нам кажутся, ну, какими-то одиозно, вопиющими, негативными, лживыми, манипуляторы, которые пытаются представить собой больше, чем на это есть основание. У всех, у всех на свете людей есть все основания себя полюбить, принять, и кажется, это единственное правильное отношение. Правильно не в том смысле, что оно только и соответствует какой-то высшей мудрости, гуманизму и последним достижениям психологической науки. Правильно в чистосодержательном плане. И как часто это бывает, оказывается полезным оттолкнуться от обратного, от того, чтобы понять, что такое нелюбовь к себе. Откуда вообще берется эта разница, вот какая-то любовь и нелюбовь, что люди, которые любят себя, которые принимают, они как-то специально этим занимались, они как-то обращали на это внимание, читали правильные книжки, а те, которые не любят этого всего, не делали. Очевидно, не так. Итак, для того, чтобы понять, что это за нелюбовь к себе, давайте прежде всего заметим, что есть такие две совсем разные вещи, как нелюбовь к себе с одной стороны и недовольство собой с другой стороны. Недовольство собой – это свойство всякого большого художника, как мы с вами. Недовольство собой – это очень позитивная, прогрессивная, разумеется, вещь. Правильно понимать любому человеку, что я могу быть более мужественным, что мне не хватает смелости всегда говорить правду, что я могу быть более образованным. Ну, это понятно, да? Очень важно знать свои недостатки, быть открытым к ним. И это вовсе не какая-то нелюбовь к себе. А вот теперь, сравнив вот ту самую нелюбовь как какое-то негативное, травмирующее чувство, мешающее развитию, сравнивая с этим недовольством собой, давайте попробуем понять, просто почувствовать, что же такое все-таки нелюбовь к себе, как по-вашему. Раз вы имеете право задавать вопросы, то я все-таки тоже в какой-то степени отчасти. Не думайте, что от вас хотят услышать, и забудьте, что мы на какой-то психологии. Попросту, обывательски. Что это за ощущения? Как вы можете описать самыми разными простыми словами? И своих? И своих внешностей. Ну вот, действительно, человек может быть недовольным своей внешностью, и кажется, ну, может быть, за приятными исключениями здесь, все на свете люди этим отмечены, а можно не любить себя за это. Как по-вашему, в чем разница в ощущениях? У нас здесь как раз ты страдаешь, потому что ты недоволен. То есть ты не делаешь никаких попыток изменить это, а только переживаешь. Ну, даже если делаешь попытки, то переживаешь. Когда ты проигрываешь в свое настроение, может зависеть, например, отцепленные веса. Когда ты... От чего? Отцепленные веса. Угу. Хорошая иллюстрация принята, очень наглядная, работающая на наш разговор. Ну, и давайте прислушаемся к этому первому ощущению. Я себе ненавижу, все очень плохо. У меня есть вариант. Да. Например, женщина хочет похудеть на 10 килограмм, и кажется, что вот она, ну, вот, как мешать, да? Она это сделала, она достигла, но она все равно собой недовольна. То есть она достигает этой цели. Но проблема была не в лишнем весе, а проблема именно какая-то более глубинная. Прислушайтесь к этому второму глубинному внутреннему плану. Как его можно вытащить наружу словами, вербализовать и описать? Самокопание. Никогда не будет хорошо. Никогда-то все будет недостаточно хорошо. Да, вы очень убедительно, узнаваемо описываете внешнюю картинку человека, который себя не любит. И вы же описываете его антипода, который недоволен своим весом, но тем не менее себя понимает. Вопрос. Как простыми содержательными словами описать это ощущение, что это такое нелюбовь к себе? В чем разница в их внутренних планах? Неужели. С сожалению. Как? Неуважение. А еще как? Что сказали? К сожалению. Не чувствуешь. Отвержение. Может, сравниваешь с этим? Это все метафоры. Отвержение. Не чувствуешь, мы чувствуем, мы себя не отвергаем. Что-то еще такое-то прозвучало, за что я хотел зацепиться, но... Может, сравниваем себя с кем? Это неизбежно и нормально. Конечно, сравниваем как-то можно. Как иначе. Я не знаю, что я не люблю. Что-то такое считаю. Это точно. Это точно. Но все-таки что это за ощущение, что я себя не люблю? Смотрите. Знаете, с какого боку, с какой стороны правильно подходить к пониманию, к осознанию наших чувств? Это наверняка не единственный подход, но, несомненно, очень простой и содержательный. Для чего вообще нужны чувства? Почему важны чувства? Для чего природа устроила так, что живые тела что-то испытывают? Чувство, любая эмоция – это начало двигательного акта. Эмоция запускает моторику, просто движение. Голод – поиск пищи. Страх – поиск укрытия. Поэтому понимание чувств, в конце концов, сводится к пониманию конкретных поступков, движений. Чувства только поэтому важны. Я понимаю, что, наверное, сложно, может, даже путанно задаю вопрос, но мне очень хочется избежать такой формулировки, которой будет подсказка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...